Game of Wins В это сложно поверить, но на досках самарского производства можно легко летать по снегу со скоростью 70 км в час. А с кайтерами мы познакомились на цыганском пляже. Дул хороший ветер и удалось поднять купола над широкой замерзшей Волгой. Легкий мороз и солнце на снежном споте. А на берегу горячий прием в баньке и открытом бассейне. В термолес и уютные огоньки в домике глэмпинга Барнхаус. То, что нужно после полного эмоций дня, чтобы утром снова тестить другие зимние активности Ульяновской области. Отлично провели время на горнолыжных склонах Ундоры и прямо в центре Ульяновска, на Ленинских горках, на трассах Венец и Я. Ощутили мощь моторов-снегоходов на экстремальной трассе и через березовый лес к закату. Порвались по полной в яркий Курлан-парк. Это и квадроциклы с цепями, нарты, снегоходы и, конечно, вопли восторга и азарт на 18 горках, с которых можно съехать на ватрушках. Снег скрипит. На печи ждет чай, а упряжка собак из питомника хаски «Ладный стан» несет с ветерком нарты через березовую рощу с видом на национальный парк Сингелеевские горы. Как известно, Game of Wins – это не только экстремальный спорт, но и гастрономические приключения. А в Ульяновске с этим все в порядке. Авторское прочтение симбирской кухни и вкусные традиции мировой кулинарии. Каждый день – это возможность дегустировать новое и вкусное. Знаменитый колобок стоит того, чтобы его съесть. А волжская рыба и овечьи сыры с фермы «Смородина» – настоящие местные деликатесы. Интересно, что многие рестораны находятся в старинных особняках. К примеру, ресторан «Россия» работает с 1913 года. А дизайн ресторана «Роза ветров», который в яхт-клубе, записываем в наши фавориты. Палеонтологический туризм – одна из особенностей Ульяновской области. Волга, размывая берега, открывает тайны обитателей Древнего моря. Увидеть аммониты или ихтиозавра можно не только в музее, но и во время палеоэкскурсии или в салоне «Симбирцит». В Ульяновске находится уникальный музей истории гражданской авиации. К примеру, АНТ-4 – первый в мире тяжелый цельнометаллический моноплан – просто завораживает. Это единственный уцелевший в мире экземпляр. Здесь стоит и первый в мире сверхзвуковой авиалайнер Ту-144. В его салоне можно не только увидеть, как летали первым классом, но и посидеть за штурвалом в кабине пилота. Эти крылья развивают сверхзвуковую скорость в два раза быстрее, чем нынешний лайнер. Но он пробыл в небе всего семь месяцев. И, кстати, всё ещё готов к полёту. Здесь же стоит самолёт, который можно узнать по фильму «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова, где самолёт садится по сценарию на обычную трассу с автомобилями. Пять наших дней тоже пролетели на сверхзвуковой. Перед отъездом нас ждал ещё один сюрприз – ночёвка в глэмпинге холмы. Вечером парилка с панорамным видом на горы и горячий чан под переливающимися звёздами. А где-то там спят сурки. А утром пошёл пушистый и кружевной снег. Game of Wins. Мы расширяем круг наших интересов, и даже когда вода замерзает, виндсёрфинг и приключения продолжаются. Благодарим за поддержку Агентства по туризму Ульяновской области. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!